Добрый вечер, дорогие земляки, дорогие избиратели. Я благодарен редакции, что они пригласили сегодня меня для разговора. Конечно же, время напряженное, время очень сложное. Не так давно закончились, прошли выборы губернатора Мурманской области. Сегодня мы готовимся принять бюджет на следующий год. Бюджет очень сложный, как и во всей стране сегодня ощущается недостаток средств. Поэтому идут очень активные, очень напряженные обсуждения бюджета. Конечно же, у нашей фракции не менее напряженная обстановка, может быть, даже больше напряженности. Вот только что закончилось заседание фракции, где мы обсуждали два вопроса. Первый вопрос – это мы согласовали кандидатуру Алексея Михайловича Чукавина на пост первого заместителя губернатора. Второй вопрос – это было обсуждение обстановки в нашей фракции. К сожалению, наш лидер Макареевич Александр Георгиевич по-прежнему не явился заседанием фракции, поэтому мы проводили в его отсутствие. Дальше такое положение терпимо быть не может, поэтому мы его призвали и призываем все-таки начинать работать. Как вы видите, время уже уходит, уже, смотрите, после выборов 14, сегодня, слава богу, уже прошло сколько времени, значит, ну, надо бы как-то закончить разговоры о той победе, которую якобы у него кто-то украл. Выборы состоялись, они как никогда были честными. Первые, может быть, выборы в нашей истории, которые прошли на территории Муронской области, абсолютно честно. Вот, ну, нет, вот обида гложет его, мучает, почему не он губернатор, а Марина Васильевна? Ну, сравните, 64% и 11%, какие тут могут быть сомнения? Надо поздравить победителя, пожелать ему добра, влиться в это общее русло, направить все наши силы на то, чтобы решать проблемы, которых вот так, по горло сегодня. В соответствии с уставом нашей партии, должность руководителя фракции определяется советом, регионального совета партии и бюро. Поэтому мы сегодня близки к тому, и мы приняли такое решение, приостановить действия нашего руководителя фракции Макаревича Александра Геннадьевича, а затем обратиться в совет и изложить ситуацию с тем, что надо начинать работать. На все вопросы я сегодня ответить не могу, поэтому завтра в 19 часов я готов ответить на все вопросы журналистов. Таким образом, до завтра.